Когда мы приехали в Кострому, то сразу влюбились в нее. Город удивительный, очень милый, какой-то родной и уютный. Я рада вас приветствовать в штаб-квартире Русского географического общества Костромской области. У нас издается большое количество книг, которые как раз описывают подвиги наших костромских адмиралов. У нас 150 адмиралов дала костромская земля, а из 450 в Россию 150 в костромящей. Адмиральская сабля. Ну как немножко гусар. Что здесь самое классное? На стойке накупили себе в дорогу. Не только на стойке не славится Кострома. В Костроме производится 37% всего серебра России и 26%, по-моему, процентов всего золота, которое производится. Представляете, мы штабы. Мы ювелирная столица России. Когда-то это был еще и процветающий торговый город, куда по Волге доставляли бесчисленное количество товаров. До сих пор здесь сохранились торговые ряды, в которых продавали муку и табак, рыбу, молоко. Особая гордость города – это единственные в России пряничные ряды. Пряничные ряды сохранились единственные, больше не сохранились. Символ Костромы – памятник Ивану Сусанину. Мы сюда приехали, остановились и запечатлелись на фоне этого народного героя. Здесь же, под флагом Русского географического общества, мы встретились еще с одной командой гран-тура «Байкальская миля». Пообщались, обменялись впечатлениями и отправились каждый по своему маршруту. Ну а мы, как единственный киноэкипаж, продолжаем искать места, связанные с любимыми фильмами. Мы находимся возле знакового кинематографического места. Именно старая пристань, вот этот объект, снимался в фильме Эльдара Рязанова «Жестокий роман». Мы, как киношники, находясь здесь, получаем какое-то удивительное, положительное настроение, классные эмоции, потому что кино с нами идет по жизни. Кино навсегда.